ЦСКА Я думаю, армейцы могут считать уже выполненными. Другое дело, что в последние годы довольно часто они останавливались на этом, не могли зацепиться за финал. Но здесь, мне кажется, что это ситуация, когда гадать абсолютно бесполезно, потому что это равные соперники. И, в принципе, я лично буду просто смотреть и наслаждаться игрой. Потому что, естественно, симпатии мои будут на стороне российской команды. Но, с другой стороны, «Реал» тоже отличный клуб. И здесь, если не сложится, то, я думаю, что никто не бросит камень в ЦСКА. Здесь ситуация такая, что может все повернуться как угодно. Это зависит от конкретного течения игры. Другой вопрос, что там будет дальше. Если ЦСКА пройдет, может ли он претендовать на главный приз? На мой взгляд, да. То есть, на мой взгляд, из этой пары команда побеждающая, которая победит в этой паре полуфинальной, она и выиграет главный титул в этом сезоне. Но европейский баскетбол – такая непредсказуемая вещь, где все что угодно может произойти. Будем просто смотреть. Это, в принципе, главное, ради чего стоит смотреть европейский баскетбол в мае. Главное событие. В принципе, есть люди, которые параллельно смотрят по ФНБА. Это, конечно, особая история. Но если такой поклонник европейского баскетбола есть, то сильно рекомендую отложить все дела и, может быть, даже пропустить какой-то хоккей и посмотреть на этот финал четырех, который будет в пятницу и воскресенье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!